Сегодня носишь Адидас, а завтра Родину продашь. Или, например, сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину придашь. И таких дебильных лозунгов времен Советского Союза можно вспомнить еще очень много. Сейчас кажется абсурдным, что за какие-то импортные шмотки и заграничную музыку людей сажали в тюрьму. И если вы думаете, что в современном мире подобное уже невозможно, то вы глубоко заблуждаетесь. В Северной Корее, например, нашли управу на любителей рока. Нет, их не будут сажать в тюрьму. Зачем в стране лишние расходы на содержание каких-то меломанов в тюрьме? Их будут публично вешать. Но оно и понятное дело, рок это исчадие адского запада, а это не вписывается в северокорейские традиционные ценности. Причем вешать их начали еще в 22-м году. Первым на виселицу угодил поклонник Бетлов, за ним аэросминчик и пошло-поехало. А теперь вешать будут не только меломанов, но и тех, кто осмелится посмотреть западный фильм. А вот любителям солнцезащитных очков несказанно повезло. Их ждет наказание всего лишь в 25 лет тюрьмы. Вы только представьте, надел солнцезащитные очки и получил 25 лет срока. Ребята, и это все происходит в 21-м веке. Я когда читаю подобные новости, у меня волосы встают дыбом. Да это какой-то каменный век. И это стратегический партнер России, к которому Володя ездил на поклон. Россияне, и вы еще говорите, что Северная Корея прекрасная страна. Ну-ну, и не питайте иллюзий, что у вас такого никогда не будет. Все диктаторские режимы действуют одинаковыми методами. Они всегда только ужесточают свои режимы. СССР повезло, пришел Горбачев и остановил весь этот маразм. Но это было скорее исключением из правил. То, что сейчас сажают в России за репосты и за слово «мир» – это только цветочки, ягодки впереди.